Всем привет! У нас здесь первый сбор Тофу-клуба. Люди, которые используют Тофу в продакшене, но, к сожалению, до сих пор некоторые из этих людей не знают, что такое Tagless Final, для которого Тофу придуман. Поэтому на самом нашем первом собрании мы начнем с того, что будем выяснять, что же такое Tagless Final, что он на себя представляет. Ну, Tagless Final, это, как мы думаем, это некая кодировка данных, кодировка типов данных. И для начала нам нужно придумать тип данных, скажем так, незакодированный для того, чтобы его перекодировать в Tagless Final. Так что давайте сначала придумаем какой-нибудь хитрый тип данных, который нам нужен для чего-то. Представим, что у нас на работе пришла какая-то странная таска, и нас заставили придумать какие-нибудь бизнес-правила, которые что-нибудь там высчитывают каждый раз, какие-нибудь цены или что-нибудь вроде этого. Нужно читать их из конфига, из базы данных, какие-то странные правила и вычислять. Нам для этого нужен некий тип данных для того, чтобы хранить эти правила. Естественно, нам нужен некий тип данных для того, чтобы хранить какие-то арифметические операции. Поэтому мы можем придумать некий enum expression нам. И у него будет несколько кейсов. Например, кейс плюс, который складывает два выражения. Кейс плюс, мультипликейшн, который перенажает два выражения. И какой-нибудь простой тоже кейс const, который берет, например, целочисленную константу типа begint и превращает ее в выражение. Собственно, вот мы примерно описали наш тип данных. Ну, как, например, будет выглядеть выражение 1 плюс 2 умножить на 3 плюс 4 на этом языке. Ну, оно будет выглядеть как-то так. Test expression. У нас будет export. Самое верхнее уровень у нас операции перемножения. Дальше у нас тут две операции плюс. Первая у нас умножает две константы. 1 на 2. А вторая у нас складывает три и четыре. Да, я забыл, естественно, складывает. Они что-то еще делают там. Вот примерно такое выражение. Ответственно, ну, давайте напишем какую-нибудь простую программу, которая, например, выводит это выражение. Просто println. Давайте запустим run. У нас будет единственная, в принципе, здесь пока что main функция, которую мы запускаем. Ну, вот мы видели это наше выражение. То, что мы здесь написали, просто в виде println. Соответственно, для работы с нашими приложениями нам потребуется, конечно, много разных функций, всякие там кодеки, как записывать JSON, как читать из JSON. Можем их сразу написать, а можем их не писать. Ну, можно попробовать. Давайте посмотрим, сможем ли мы подключить сходу к доти-библиотеку. Sursi-core нам потребуется, наверное, и Sursi-parter. Дальше нам нужно добавить, что типа with doti-compat scala-3-version. Так, запускаем run. Ну, хорошо, теперь, допустим, напишем import.io. Ничего не показывает, конечно же. Ну да, в общем, к сожалению, для того, чтобы комфортно пользоваться IDE, после добавления каждой библиотеки можно перезапускать доти-де. Такой вот офигенный момент. Очень-очень удобно, на самом деле, идея, как ни странно, даже несмотря на это, идея ненамного удобнее. Так, хорошо, мы снова видим экран. Теперь видит, слава богу, импортированный тип. Он нам даже, возможно, подскажет, что здесь есть какой-то декодер. Да, он нам подскажет какой-то декодер. Ну и мы можем попробовать написать какой-то базовый код для того, чтобы наше выражение писать и читать. Давайте попробуем дать определение энкодеру. Энкодер от экспорт вид. Так, дальше у нас идет энкоуд, который на вход получает этот экспорт, возвращает JSON, который, естественно, нам нужно вручную импортировать. Так, все, хорошо, значит, теперь можем матчить наш экспорт в доте стиле великолепном. Можем, естественно, если мы встретили... Давайте импортируем все наши конструкторы, чтобы не взять этот префикс неприятный. Если мы встретили конст от какого-то числа, мы его превращаем, собственно, в это число. Чтобы у нас это сработало, нам нужно что-то импортировать. Нам подсказали. И у всех синтакс-энкодер. Опс. Можно воспользоваться. Given вот так можно написать. Все, 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 сработало. Ну, как обычно, доти вывел 15 ошибок вот на каждый символ, который я дописывал. Он почему-то запускает type-чек после каждого символа, вводящегося. Очень удобно. И можем дополнить. Так, если у нас какая-то константа, мы пишем всякий JSON. Если мы увидели плюс от двух выражений, мы можем, опять же, вывести какой-то объект. Например, объект с полем плюс, который отобразится вектор с двух значений E1, с JSON, E2, с JSON. Получили такую мапку string к вектору JSON и автоматически превратили ее в JSON. и если встретили точно так же E1, E2, можем написать тоже здесь. Мы написали выражение, мы теперь можем вывести что-то у нас. Наш тестовое выражение с JSON spaces 2, например. А, он называется не encode, а apply. Так, ну вот мы увидели наше замечательное, собственно, дерево, наше IST, превращенное в JSON. Собственно, то, что мы, наверное, и хотели в основном увидеть. И следующее, что мы хотим, это, наверное, написать декодер. Декодер писать обычно чуть-чуть сложнее. Там, по-моему, тоже apply. Здесь будет какой-то там курсор. Нужно из серса просто все поимпортировать. Здесь, по-моему, h-курсор нужно и вернуть декодер. Результ вот экспорт. Хорошо, мы можем проверить c. Сначала можем проверить, не число ли у нас это. Есть ли у нас число? Это число. Это число. value as number. Значит, если у нас это число, то мы можем... as number, as number, это конструкция, это нам option. num, 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 as to begin, map.int. big.int. map.const. Значит, это у нас, собственно, option.export. Дальше, если не получилось, мы можем попробовать спарсить его с downfield plus. А мы спускаемся в поле плюс, вектор, вот, export, option. Так, мы попробовали распарсить. Дальше мы делаем буквально то же самое, только с умножением. Хорошо, но мы с горем пополам написали какой-то декодер. Такой там жирненький у нас получился. Мы попробуем сейчас взять наше выражение и задекорить его обратно. Чисто, а к чуму им нет. Import EOSerCyParser. D-code. А, JSON-S уже был, да. JSON-S. EXPORTION. Знаете, посмотрим, что у нас здесь выйдет. DecodingFailure из Abstract. Да, DecodingFailure. Насколько я помню, нужно писать сообщения и список контекста. Ну, что ж, мы сумели что-то сконструировать, мы сумели превратить это в JSON, и мы даже сумели превратить это из JSON обратно в то же, что было изначально. В общем-то, такая примерная рутина, как бы мы жили в мире, если бы у нас не было автовыводилок кодеков. Вот сегодня представили. Это, наверное, первые сколько-то лет жизни в доте так будет. Можем переименовать наш исходник Tagged. Почему мы называем такой формат данных тегированным? В общем, суть в том, что у нас есть некоторое выражение, и в языках вроде Java у нас где-то там внутри самого объекта лежит какая-то специальная ссылка на класс со всей его таблицы виртуальных методов, вот, которая описывает, что это за экземпляр. Если отойти там от Java, от JavaScript и подобных выражений, и подобных языков, во многих языках у нас есть выражение попроще, там, например, в каком-нибудь Rust или в каком-нибудь Husky или в ML. Вот та же самая конструкция у нас бы превращалась, скажем так, в набор тюплов, то есть вот каждая такая штука превратилась бы в тюпл, это был тип данных, который выражался бы в тюпл. Дальше из них придумывался бы так называемый тегированный юнион. То есть он представился бы как некий набор альтернатив, количество места, которое бы он занимал в памяти, скорее всего, было бы максимальное количество памяти для того, чтобы представить один из конструкторов этого выражения. И перед вот всем этим объемом у нас был бы какой-то специальный тег, который рассказывал, какой на самом деле конструктор использовался. Благодаря этому компилятор точно мог понять, это const или mool или plus, и где-то вот здесь в паттерн-матчинге он бы мог понять, по какой ветке идти. И он бы точно мог знать, что он может безопасно распаковать оставшийся кусочек данных, который в структуре занимает эти выражения. Ну, это в языках, опять же, где вот такие алгебрические типы данных представлены с помощью тегированных юнионов. Java у нас немножко по-другому. У нас, грубо говоря, есть один супертег для вообще всего, для всех нужд. Благодаря этому у нас могут присутствовать всякие юнион-типы, которые могут объединять в один тип какие-то типы, которые до этого даже и не думали раньше, что они могут сойтись в одном типе. То есть у нас есть универсальный тег для, так называемых, открытых сумм. Но в любом случае у нас есть где-то там внутри данных хранится некий тег, который точно указывает, какой вот это из конструкторов. Поэтому это называется, скажем так, тегированной суммой. И мы на всякий случай проговорили это так длинно просто потому, что некоторые люди иногда интересуются, что значит в словосочетании final tagless каждое из слов. Что значит final, что значит tagless. И под tagless означает, что вот в этой кодировке вот этих тегов нет. Ну, у нас нет какого-то специального кусочка данных, который указывает, какая из альтернатив будет использоваться. Кодировка другая. Ну, чтобы объяснить, знаете, так постепенно эту кодировку, нам, наверное, нужно исторически прийти к некоторой, сначала осмотреть такую некую промежуточную форму. Ну, кодировка черча — это вообще кодировка разных типов данных, которая родилась до того, как были придуманы все вот эти юниумы, до того, как вообще люди начали думать, как представлять сложные типы данных в компьютерах. Она была нужна для того, чтобы представлять специфические рекурсивные значения, рекурсивно определяемые значения, например, натуральные числа во всяких вариантах лямбда-исчисления. Собственно, изначально лямбда-исчление было нетипизированным, поэтому там эта кодировка, она была как бы мысленной. У нас были некоторые термы, которые кодировали определенные конструкторы, но специального типа данных для этого не было. Потом у нас появилась просто типизированная лямбда-калькуляция, она, скажем так, не самая удобная была в плане выражения, в плане использования этих вычлений. Потом появилась так называемая система F, которая принесла нас, наконец, полноценный полиморфизм, который мы можем уже использовать для того, чтобы задать кодировке черча хороший, правильный тип. Так, как же будет выглядеть вот тот же самый тип данных, только в кодировке черча? Объявим тип данных. Так, у нас будет тот же самый expression, только в черч стиле. Expression в черч стиле – это полиморфная функция, то есть тип таких выражений – это все полиморфные функции. Что такое полиморфная функция? То есть это функция, которая, в результате, задает, имеет вот такой вот параметр типы на вход. То есть, значит, что она соответствует генерик-методу, да, есть некие генерик-методы обобщенные, которые имеют такие параметры. Обычно они у нас есть у трейтов, и вот как значение сами по себе их таскать в скале 2 нельзя было. В скале 3 уже можно. Мы можем представлять вот такие вот выражения. Дальше, для того, чтобы хорошо типизировать, нам нужно каждый из конструкторов, которые у нас здесь имеются, представить в виде одной из функций, которые мы получим в качестве аргумента. Итак, мы получили некий тип. Этот тип, этот A, он у нас, собственно, будет выражать тип вот этих вот выражений. То есть везде, где эти выражения у нас идут на вход и на выход, мы будем вставлять этот тип A. Соответственно, первым конструктором у нас идет функция, которая принимает два выражения и возвращает одно выражение. То есть это вот аналог нашего конструктора плюс. То есть это наш первый аргумент. Это наш второй этап конструктора. То есть второй конструктор у нас совершенно так же выглядит. То есть, как видим, у нас здесь нет никаких имен уже. Ничего, чтобы нам было пускать. И третий параметр – это просто A. Опять же, чтобы мы не требовали конструктор сразу, можно сделать таким, по имени его передать. И в результате эта функция должна возвращать A. Там begin. А, там begin. Спасибо, спасибо. Да, действительно. Здесь begin. Как нам подсказал человек, чего имени мы называть не будем. А, да, все правильно. Еще раз. Спасибо. Да, иногда не нужно ничего. Begin 2. Все. Точно. Проверим, что у нас хотя бы это скомпилило. Если уже запускать ничего не будем. Это у нас скомпилировалось. Так, вот у нас закодированный в стиле черча наше выражение. Мы можем написать straight для тех, кто еще пока не знаком со скалой 3. Даже поставим для них фигурные скобочки специально. И наш straight будет выглядеть вот так вот. Apply. Дальше он будет принимать три аргумента. Можем прям так же назвать, как и наши конструкторы называются. Все это возвращает нас A. То есть вот та же самая штука, только в виде скал. То есть, как видите, мы специально здесь не писали эту длинную карированную фигню. Но мы специально, чтобы продемонстрировать, чем хороша кодировка черча, тем, что для нее не нужно придумать в языке специальные конструкции для введения новых типов. То есть такие ранние лямбда-исчисления, они были довольно бедны на введение новых типов. У нас у них было несколько встроенных типов, несколько встроенных таких комбинаторов типов. И все старались выразить через эти комбинаторы. И, как мы видим, мы вот здесь воспользовались только встроенными комбинаторами и делали примерно то же самое. Собственно, как... Ну, хорошо, у нас есть этот тип, да, у нас соответствует expression C. Как вообще конструировать значение этого типа? Как это вообще работает? Ну, работать должно примерно так. Мы можем сконструировать, опять же, конструкторы, как функции, которые мы сами определяем. Мы можем определить три, естественно, функции, соответствующие трем конструкторам, которые у нас будут играть такую вот роль. Значит, плюс, он у нас будет играть роль конструктора, да, то есть у нас можно как функцию назвать плюс в кодировке черча. Или, кстати, сделаем что-то вроде компаньона такого, давайте, как мы, expression C. И у него будут такие вот методы конструктора. Первый метод конструктор плюс будет принимать два выражения. left, right, и будет возвращать... Что-то не так? А, ну, все, правильно. Скомпилиться. Скомпилилась. Также у нас будет конструктор multiple и const. const у нас принимает один параметр, как он у нас называется, v, bigint и возвращает c. Давайте начнем с самого простого, const, такой вот нерекурсивный конструктор, который возвращает int. Вообще-то должна быть полиморфная функция, то есть для любого типа a. Дальше мы принимаем на вход три вот таких вот аргумента, три таких матчера рекурсивных, которые у нас должны работать. То есть у нас он принимает сначала if plus, if mul, if const и что-то там возвращает. И у нас, конечно же, скала 3 не хочет принимать это без аннотации типов. Соответственно, то есть как это работает? У нас принимает какие-то три функции. То есть константа у нас конструирует какое-то число. Дальше предполагается, что позже какой-то пользователь захочет замачить, замачить, рекурсивно замачить, выполнить рекурсивный фолд всей этой структуры. Вот этот тип a будет отвечать за тот тип, который он получит в качестве результата, финальный тип. И if plus, if mul и if const — это будут функции, которые должны будут вызываться на каждом этапе обхода этой структуры для того, чтобы определенное значение, собственно, превратить в тип, который интересен нашему человеку, который на что-то там уходит. Соответственно, константа самый простой, да? Если у нас была константа с каким-то v, мы должны вызвать if const с интересующего типа, с интересующим значением. То есть вот здесь мы знаем, что const — это некая функция, которая нас возвращает v. Соответственно, mul будет выглядеть примерно, опять же, у нас принимает все три этих адских аргумента. К несчастью, мы должны их все нотировать, это большой позор. И что мы делаем? Он у нас принимает два выражения, left и right. И мы говорим, что на верхнем уровне мы вызовем функцию if mul. Эта функция, как вы видите, принимает два типа А, которые соответствуют как раз нашему результирующему финальному типу. И для того, чтобы получить нам эти значения этих типов, мы дальше рекурсивно передадим все три вот этих наших функций для обхода в значения пониже. То есть запустим здесь left от всех трех. и запустим и write. А, так он у нас не тарированный. И write от тех же самых значений. if mul, if const. Вот такой вот конструктор для мультипликации. Очень похожее выражение для плюсов. Только здесь мы, естественно, запускаем конструктор if plus. Таким образом, как вы видите, мы рекурсивно обходим всю эту штуку. Она у нас где-то там. Мы запомнили, в каком порядке у нас нужно вызвать все эти функции, когда конструировали это выражение. И потом, как бы наш пользователь не захотел обойти это выражение, мы можем его обойти вот с нужными ему штуками. Мы сейчас, наверное, на практике прям очень подробно не будем это рассматривать, но давайте сконструируем наше выражение в виде черча. У нас будет что-то у нас. То же самое, только у нас здесь везде экспорт c вместо экспорт. И теперь давайте продемонстрируем, что мы можем с этим вообще что-то сделать. Мы можем придумать какую-то функцию, которая у нас, например, выведет на экран. Какой-то простой формы все это наше выражение. То есть если здесь мы могли написать println и предположить, что у нас скала сгенерировала для наших конструкторов все необходимые to-стринги, то такой формы у нас ничего нет. У нас нет никаких тегов, у нас нет никакой информации для рантайма, чтобы он понял, как это вообще можно вводить на печать. Просто гигантское количество функций, которые замыкаются на какой-то контекст. Поэтому давайте напишем какую-то функцию, которая у нас будет такое выражение печатать. У нас будет возвращаться string. И у нас запустят это выражение. То есть передаст ему такие вот три функции, три обходилки. Предполагая, что возвращаемый тип будет string. Дальше мы должны вернуть, передать ему три каких-то значения. Последнее это на что-то, что должно матчить const. Мы должны взять нашу константу и превратить ее в строчку. Дальше здесь мы должны получить две строчки, полученные на предыдущем этапе из мультипликации, из произведения, и сконструировать новую строчку, которая у нас левое выражение умножить на правое выражение. И здесь то же самое, только левое выражение плюс правое выражение. И давайте сделаем еще один main, назовем его... Тут у нас как назывался? Это у нас назывался check. У нас будет называться check.church. Main.t, я все время забываю записать. И здесь мы вызовем show c от нашего тестового выражения. Ну да, у нас сконструировала строчка, но ничего с ней не сделал. Давайте увидим эту консоль. Вот получили такое выражение, соответствующее нашему дереву выражения. Ну что мы еще можем сделать со строчкой? Давайте мы можем, может быть, посчитать эту строчку. Точно так же, имея выражение, давайте выведем результат всех этих операций конечных. Опять же, мы запускаем нашу функцию уже с нашим конечным типом bigInt и должны передать ему три таких рекурсивных обходилки. И мы здесь ниже точно так же можем написать протекалк c нашего тестового выражения. Ну, по моим оценкам, здесь должно получиться 21, а трижды 7. Ну, мы получили трижды 7 и получили некий такой инсайт о том, как вообще работать с выражениями и как можно взять и попробовать сконструировать что-то, что похоже на данные, но тем не менее данными не является. То есть это, по сути, не является каким-то данным в привычном виде слова, это какая-то просто полиморфная функция. Тем не менее она выглядит как данные, квакает как данные. В принципе, все, что нужно, все, что можно сделать с данными, мы с ней можем сделать. Вопрос только в том, что некоторые операции с ней сделать очень тяжело. Например, если мы захотим написать какое-нибудь выражение, который у нас раскрывает скобки, берет и пользуется правилом дистрибутивности для умножения и суммы, вот в этой форме мы легко можем замачить наши конструкторы не очень глубоко, на пару уровней вниз. Вот в этой форме, к несчастью, мы обязаны будем делать общий отход выражения. Дальше, собственно, переходим к нашей Tagless Final форме. Но это будет простая идея. То есть вот эта вот у нас штука держалась на идее того, что у нас есть очень небольшое количество комбинаторов типов, из которых мы можем склеить что-то похожее на данные. И идея в том, что мы берем ту же самую штуку и пользуемся, ну, скажем так, чуть более современными конструкциями, которые у нас в языке есть. Как мы видим, здесь у нас есть... Олег, извини, уточнение. Это мы уже рассмотрели Tagless штуку, да, какую-то? Это мы рассмотрели такую классическую-классическую конструкцию, которая в FP присутствует там с 30-х годов, когда еще не существовало понятия функционального программирования. Но вот такое классическое представление, с которого нужно начинать рассказ, скажем так, о Tagless Final, возможно, в вычислительном смысле. Она называется «Кодировка черча». Она рассказывает именно об альтернативном представлении данных. Нет, я хочу просто системность внести. Вот ты сначала показал тег, представление выражения. Оно уже Tagless, да. То есть, как видим, у нас уже нет Tagless. То есть роль тегов у нас играет здесь вот этот выбор функций. Каждый из наших конструкторов здесь выбирает, какую из трех переданных ему функций запустить. И вот этот выбор у нас соответствует тегам. То есть вместо тега у нас именно выбор из трех элементов. Соответственно, дальше мы переходим к Tagless Final, которая, по сути, очень похожа на кодировку черча, но используя, опять же, чуть более современные такие штуки. Как видим, кодировка черча использует вот такую большую болтянку. То есть нас принимает три аргумента. Каждая из них – это функция. Мы, кстати, можем здесь, ну, чтобы совсем красиво выглядело, вот так даже написать, чтобы мы точно знали, что нам даже не нужно такого там сложного конструктора, как функции n аргументов. Ну, много переписывали, думаю, вы поняли, да, что мы можем каждый этих функций тоже карировать. И, в принципе, вот для всей этой штуки нам нужны только функции одного аргумента, какой-то небольшой набор встроенных типов, которому тоже можно через кодировку черча выразить, и этот полиморфизм. Соответственно, идея в том, чтобы взять вот эти все аргументы и склеить их в одну большую структуру, представить их в виде одного такого синтаксического модуля, который у нас используется для обхода. Так как, как мы видим, это довольно часто используется, вот, например, show у нас конструирует три функции. У него есть три вполне определенные функции, и при обходе используются только они три. Вычисление тоже, опять же, три функции, при обходе используются только они три. Поэтому, в принципе, каждый из вот таких вот обходильщиков, или можно воспользоваться умным словом, катаморфизм, вот эти обходильщики, катаморфизмы, они, в принципе, ничего не делают, кроме того, что просто запускают, передают в качестве аргументов своему выражению три функции. Поэтому каждый из них можно выразить как просто набор из трех функций. Наборы из функций, они в разных языках представимы, иногда в чуть более простой форме, и для того, чтобы представить пачку функций, в скале существует трейд. Можем, собственно, его так изображать. Так у нас есть expression, и мы можем написать здесь expression tf. Сейчас мы описываем тип, который взял бы и объединил три функции в один тип, который у нас будет идти на вход. У нас первая функция будет соответствовать произведению, как мы помним. Вторая функция соответствует... А, наоборот, первая у нас соответствует сложению. Вторая произведению. И если мы сейчас возьмем вот эту штуку и сравним вот эти два отражения, они очень сильно похожи буквально как братья-близнецы. Здесь у нас набор конструкторов, здесь у нас набор методов. Каждый раз, когда мы идем рекурсивно в ту же самую структуру, мы здесь ссылаемся на наши результирующие методы. Все абсолютно методы должны возвращать a. То есть у нас нет здесь методов, которые могут вернуть какой-нибудь id или что-то такое. Это запрещено. Это у нас не будет работать, скажем так, эффективно. Поэтому все методы возвращают a. Также все конструкторы в данном случае будут возвращать expression. И каждый раз, когда мы используем какой-то внешний тип, мы его точно так же представляем в аргумент какого-то внешнего типа. Это не что иное, как просто те же самые три функции из черч-энкодинга, упакованные вместе в один трейд. Мы можем дать еще алгебра, это называют. И мы можем теперь представить наш тип в tagless final форме, как такую же точно полиморную функцию, которая принимает на вход вот это самое выражение и возвращает a. То есть это та же самая, по сути, кодировка черча, но на самом деле мы считаем, что мы уже воспользовались tagless final кодировкой. Ну давайте опять же попробуем, как будут выглядеть конструкторы в этой форме. Итак, плюс. Берет на вход два выражения типа export-cf и возвращает нам что-то. Теперь у нас будет выглядеть немножко проще. Мы получаем некую нашу, мы называем ее алгеброй, или модуль, или как угодно, типа export-a. И здесь для вызова нам, как обычно, ничего не подсказывают. Да, я перейду немножко. Мы не должны ли в аргументах конструкторов тоже полиморсно у нас сектор tf от a должно быть? Секунду, сейчас отвечу на этот вопрос. Сейчас я проставлю здесь везде типы, вот эти вот, оставлю вопросики. Значит, вопрос был, не нужно ли нам вот эти методы делать полиморфными. Правильно я понимаю? Да, да. Ответ. Затем мы, собственно, и использовали dotty за то, что нас позволяет выражать эти вот полиморфные выражения вот таким вот образом. Чем хорош полиморфизм? Ну, для любой функции вы имеете некую симметрию йоргуми, да, то есть если у вас есть функция full, которая у вас принимает int string и возвращает там, не знаю, double, вы всегда можете сделать ее брата-близнеца, да, который у вас примет сначала string, потом int, потом double. правильно? И вы можете выразить ее как такой вот y x и вызов функции full, которая подошла y, потом y. У вас есть некая симметрия аргументов. Почему мы говорим, что мы можем написать здесь эти функции полиморфными, и почему мы ссылаемся на симметрию аргументов? У нас есть полиморфный метод bar. он у нас принимает значение типа string, потом принимает значение типа int, и потом давайте даже вот так напишем string int, дальше он, ну, например, принимает список a и возвращает, например, option attack. Оказывается, мы можем представить его изначально в полиморфной такой вот версии функция, которая будет представлена вот так. x, y, l, barge от x, от y, от l. Что? Не так, что у нас? А, да, он у нас сначала должен a, к несчастью, скала очень неприятно себя ведет, она правда не может вывести? Да, он реально он не может вывести. Хорошо, то есть сейчас мы уже заменили полиморфный метод на полиморфную функцию, а у нас все еще слева. Дальше оказывается, что вот эти вот параметры типов мы можем также обменивать с параметрами значения. Мы можем взять и написать def bar p1 уже вот такого типа. Сначала у нас будет идти string, потом он у нас свернет полиморфную функцию, который берет int и возвращает функцию, который понимает лист от а и так далее. У нас будет представлено как x, здесь будет а, здесь будет то же самое вот примерно, что здесь. Теперь мы продолжаем двигать. Bar p2 мы сдвигаем еще раз наш параметр типа и получаем уже вот такую функцию, здесь в определении тоже сдвигаем. x, y, p1 опять же мы получили третью версию того же самого метода, только а у нас сдвинут уже неприлично вправо. Здесь понятно, да, все еще? И вот здесь мы дошли до аргумента, который у нас уже зависит от а. То есть у нас есть такое некое свойство, что если какой-то параметр типа у нас не участвуют списки свободных переменных типов во всех этих типах, мы его можем двигать вправо, ничего при этом не потерять. Вот string у нас не зависит от а. Можем обменять с ним. Вот здесь обменяли. Дальше, int у нас тоже не зависит от а. Можем еще раз обменять с ним и так далее. Мы можем в ту или в другую сторону получить вот то выражение, которое вы хотите. Мы можем начать с полиморфного плюса. С полиморфного плюса, который у нас принимает выразить его здесь у нас будет принимать аргумент экспорт а от а и возвращать а. Можно начать с такого определения. Дальше подвинуть а вот сюда, дальше подвинуть а вот сюда. Пока мы не додвигаем, не уберем все эти а. Первая версия. Дальше у нас будет версия вторая, где у нас будет только одно выражение. Оно у нас будет возвращать функцию, которая возьмет а, возьмет write, write-tf, возьмет еще один экспорт а и сдвинуть его в а. Дальше у нас будет третья версия этого метода. У нас возьмет опять два аргумента уже, два раза мы подвинем вправо, и мы получим такую же версию этого метода. Вот то же самое. Этот выражается через это, этот выражается через это, это три эквивалентных метода. Когда мы получаем вот это выражение, мы видим, что слева у нас, справа у нас уже стоит экспорт tagless final. Мы можем получить уже ровно вот это выражение. Вот этот метод, он уже эквивалентен. Это функция эквивалентна вот этой. То есть все, что мы сделали для того, чтобы избавиться от полиморфизма слева, сдвинули его максимально вправо и получили здесь еще одно экспорт ТФ. В принципе, если у вас есть интуиция, что конструкторы должны быть полиморфи, это логично. То есть практически все функции tagless final в скале, выраженные благодаря тому, что у нас нет, они нас принимают А в качестве аргумента и что-то возвращают. Но там мы и нормально вот такие конструкторы не можем написать. Здесь мы можем. И поэтому мы здесь можем спокойно написать как будто бы это прямо структуру данных, будто мы взяли и написали конструкторы и мы полиморфизм сдвинули в максимально правое значение, где мы уже А выбросить не можем и получилось, что у нас как будто бы функции вовсе не полиморфны. Понясен фокус, который мы привели для того, чтобы избавиться от полиморфизма в методе. Да, теперь понял. Спасибо. Дальше что мы здесь делаем с константой? То же самое, только нам снова нужно писать эти ужасающие типы. Алк конст от Наверное, у конста V, наверное, он не экспорт F должен принимать. Begin принимает он Вене про не того типа. Да, да, конечно. Конечно, да. Но все еще неправильно с точки зрения что-то там. Где-то мы здесь написали экспорт A. Вот так. Все, теперь у нас должно компилироваться все подряд. Дальше то же самое. Пишем A. Принимаем какую-то алгебру, наш обходильщик нашего выражения. И возвращаем ALG MUL. Берем левую штуку и передаем наш обходильщик. Берем правую штуку и передаем ей наш обходильщик. И точно так же строим сумму. Так, это разъяснение мы пока закомментируем и все уберем подальше. И вот получили такую портяночку. Теперь мы можем взять наше тестовое выражение и скопировать отсюда. Только теперь вместо экспорт мы везде можем написать экспорт F. Получили какое-то новое выражение уже в тегле с final формы получили ошибку синтаксис, что-то забыли скобку закрыть. Теперь все хорошо. Теперь точно так же взяли и вот эти две реализации теперь мы можем написать в виде выражения. Мы помним, что для того, чтобы задать нам некий обход, нам достаточно реализовать просто трейд. допустим, show C. Мы можем сказать, что у нас будет некий показывальщик, который нас будет представлять просто три наших заданных функций для обхода и результирующий тип у нас будет string. У нас будет три выражения, да? Первое выражение у нас будет плюс. Будет получать два string, которые мы получили из-под выражения и возвращает нам суммированный string, который будет представлять себя вот такую строчку lr. дальше. Произведение также будет выглядеть метод, который у нас принимает string, string, назовем его lr, и возвращает нам вот такую строчку. И метод const, который будет просто нас генерировать то есть по сути мы задали точно такой же обход в виде вот этого одного значения. Теперь это не функция, теперь у нас просто такое заранее зашитое сконструированное значение. Ну и также со вторым значением мы обходимся примерно. Нам наверное выгоднее будет скопипасть именно вот это. calc tf он будет называться show наверное здесь тоже tf только он у нас будет возвращать уже выражение для бигантов l плюс r l множество на r и просто v задали два таких обхода и каждый обход теперь задан просто соответствующим значением в котором есть все операции которые мы должны выполнять на определенном этапе. да и опять конструируем некий main который делает примерно то же самое println test export tf сюда мы в качестве аргумента передадим show tf сюда мы в качестве аргумента передадим calc tf test export tf export tf а да да здесь export a все хорошо теперь run main check tf и убедились что у нас то же самое то есть первое выражение у нас собралось успешно для строчки второе выражение у нас собралось и собственно классический прием то есть опять же никуда мы особо не отошли то есть мы написали вот тот же самый код который у нас написан в черчке только по-другому никаких академически новых способов помимо тех которые использовались в 40-х годах для того чтобы все делать ну ладно может быть 70-х того чтобы работать с полиморфными значениями мы не придумали просто немножко по-другому собрали их скомпоновали в такие вот модули и запустили единственный наверное момент который мы могли бы здесь сейчас использовать для того чтобы улучшить юзабилити мы могли бы использовать некий уровень неявности можем сделать TF C так как в скале 3 часто все штуки которые связаны с имплиситами называются контекстными абстракциями будем называть такой контекстный TF X-PRO вообще ничуть не поменялся нам не нужно его ничего сделать просто мы теперь будем подразумевать что вот этот самый X-PRO который у нас уже задан в этом файле мы можем его подыскивать неявно и можем теперь написать все то же самое только вот что теперь мы будем делать если мы знаем что у нас эта штука неявна то есть мы можем написать теперь здесь ничего особо не поменялось TF C TFG я здесь называл TFC 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 нужно все-таки знак вопросика опять же и дальше вот так но почему-то не работает давайте закомментим все кроме этих последних штук попробуем это скомпилить давайте вот так left это right это если так так ну хорошо это работает то есть вот так нам нужно писать теперь мы разобрались как нам писать с контекстными абстракциями так у нас есть два выражения которые принимают на вход который зависит от а принимает на вход неявно наше выражение и мы можем оба их запустить до нашего типа то есть теперь они найдут свой аргумент потому что он здесь уже предоставлен и он благодаря синтаксису он контекстный не понятно почему именно вопросик решили использовать но решили то есть теперь нам достаточно просто написать что мы хотим рассматривать тип а для всех случаев все скомпилировалось последний тестовый пример он будет выглядеть практически так же только везде пишем текси значит контекст тегляс файл с контекстными штуками вот возможно вы увидите каких-нибудь авторов в твиттере которые пишут что принципиально если вы передаете аргументы вот так это ооп а если вы передаете вот так это тегляс файл не слушайте их ничем это не стало меньше тегляс файл от того что вы превратили здесь аргумент контекстный дальше ну по сути здесь вот все то же самое только теперь можем писать не well а просто given нам теперь имя вообще не нужно у нас теперь тип полностью задает и мы можем здесь просто что у нас есть некое значение с вот такими реализациями и здесь тоже у нас есть вот такое вот значение автоматически оно будет использоваться с вот такими реализациями в принципе довольно красиво вот эта часть синтексиса хорошо в доте сделана и опять же можем теперь проверить что наш TFC со стрингом наш TFC с big inton успешно работает run main check TFC и видим что опять же не имея никакого типа данных не имея никаких тегов мы смогли запустить какие-то штуки какие-то обходы наших деревьев смогли сконструировать эти деревья и в общем дальше как-то с этим работать насколько с этим вообще можно дальше работать как мы помним мы написали здесь какой-то очень мощный код например мы смогли дать энкодер для нашего типа да то есть у нас есть некий энкодер для некоторых экспрессионов которые нас возвращают JSON опять же ничего магического нашего нет в этом нет энкодер который прощает JSON вот такой тип это не что оно опять же очередной обход только в качестве конечного типа у него будет JSON JSON у нас не импортирован нам нужно его импортировать и пишем все те же самые штуки которые мы уже писали естественно теперь только у нас JSON здесь у нас s JSON здесь у нас эти два выражения их отсюда сворую просто просто сворую это у нас будет плюс это у нас будет произведение E1 E2 которая у нас известна как L и R JSON что-то там при копировании потерял компилируем так компилируется успешно может быть если я перезагружу окошко он у меня перестанет так много подчеркивать и теперь имея вот такой обход я в принципе могу взять и придумать энкодер для нашего для наших функций полиморфных экспорт tfc это будет функция которая будет получать выражение и интерпретирует в типе JSON настолько все просто нужно сделать что Cersei успешно у нас понимает что происходит надо только его распечатать JSON spaces 2 ну как видим Cersei отлично поняла JSON наше выражение распечатает дальше у нас возникает более сложная задача парсинг парсинг уже менее тривиален потому что это не совсем обход нечто противоположное обходу у нас нет дерева выражение которым должны прийти в большое значение у нас есть какое-то значение которое мы должны развернуть в дерево в принципе мы можем не особо мудрить и воспользоваться вот тем же самым кодом который у нас уже есть у нас здесь есть набор конструкторов мы можем вот прямо в этом коде взять и импортировать экспорт tfc экспорт tfc так теперь это у нас не происходит потому что нужно вернуть экспорт tfc и только мы это сделали мы можем убедиться что мы снова можем взять наш json распарсить его как экспорт tfc пост как мы уже распарсили можем применить его и в парс значения да парс значения нас result мы можем замепить его правую сторону передав ему в качестве интерпретатора тип строчки посмотреть смог ли он у нас распарситься ну как видим он у нас успешно распарсился и результат снова строчка как видим у нас нет никакого специального значения у нас есть всякие теги но если мы захотим запринталентить написать парсеры или энкодеры мы все это можем сделать то есть в принципе вот это выражение у нас уже напоминает исходному исходному типу данных мы получили некую штуку некую нефиговую штуку которая у нас все это выражает почему мы вообще должны это использовать ответ если ваша задача заключается в том что у вас есть один тип и вам нужно с ним работать не нужно это использовать пока у вас есть какие-то выражения и даже если эти выражения рекурсивные есть большое количество подходов для того чтобы работать с обобщенной рекурсией или можно даже не работать с ней писать просто рекурсивные функции и получать удовольствие от жизни потому что вот такой подход он немного дает профита по сравнению с исходным типом в плане юзабилити сплошные проблемы но есть вещи которые исходным подходом не очень решаются у нас изначально состоял в том что у нас есть какие-то выражения они содержат в базе данных и там есть какие-то команды и здесь мы написали какой-то набор опираться над числами потом оказывается что у нас есть дополнительные вещи которые должны в этом дереве встречаться например оказывается что у нас есть некий подтип который имеет дополнительные какие-то конструкторы ну давайте самого простого например у него будет еще какой-нибудь там variable будет получать string и возвращать некое выражение мы получили некий расширенный набор но теперь вот эти выражения расширенные их нужно немножко по-другому обрабатывать потому что предполагать что у нас есть некий контекст в этом контексте лежат значения переменных и с ними нужно как-то работать например да потом оказывается что у нас в каком-то другом контексте есть другой вариант у нас есть выражение все вот эти вот потом выясняется например что у нас есть например конкат и выясняется что вот в этом случае у нас идет речь о каких-то матрицах у нас здесь не самым лучшим образом типизированный ситуация у нас мы можем складывать перенажать каким-то образом матрицы которые у нас не подходят под по нашим измерениям но идея простая у нас есть операции над некими выражениями и они представляют уже не числа а некоторые матрицы у нас есть несколько разных выражений которые и третий какой-то вариант еще который может быть и матрицы и плюс еще есть какие-то матрицы в контексте есть какие-то матрицы которые заранее даны и мы должны над ними христи какую-то формулу точно так же написать джейсоны точно так же какие-то выражения и этим всем работать то есть у нас получается есть несколько похожих друг на друга языков которые отличаются небольшим набором фич и нам нужно как-то как-то фигачить если мы видим вот такое выражение вот такой расширенный язык в принципе кажется что его не очень сложно расширить да то есть мы можем написать type export 2а например да какой-то вариант можно написать что это просто either из export или string это либо большое выражение либо строчка антон как ты думаешь что это выражение будет эквивалентно вот этому или нет не кажется да если раньше мы этот вариант тегировали с помощью war то сейчас мы будем тегировать с помощью write теперь вроде бы ок теперь представим что у нас есть выражение x плюс 2 умножить на y такое простое умножение как оно у нас представляется в виде как оно представляется вот в этой алгебре да то есть мы можем export 2 var x export 2 плюс складываем x с константой да у нас они конечно же получились не очень рекурсивными теперь чуть более рекурсивными у нас получили здесь у нас константа 2 и вот это все произведение произведение на переменную y да вот мы закодировали наше наше значение можем ли мы теперь построить такое выражение в таком типе да ну здесь становится уже очевидным что нет потому что вот это выражение у нас либо там глубокое дерево из всего из всего либо какое-то имя которое лежит на самом верхнем уровне мы не можем пользоваться такими айдерами засунуть выражение внутрь нашего дерева и дальше если мы посмотрим на следующие варианты нам становится еще очевиднее что вот пользуясь какими-то стандартными конструкторами какими-то стандартными айдерами нам не получится засунуть вот эти дополнительные конструкторы внутрь дерева мы не можем просто взять и убедить что у нас есть ну бывают чуть больше вариантов поэтому если у нас есть какой-нибудь там декодер экспорт или функция которая возвращает какой-то экспрессион из ниоткуда например вот такая вот функция которая возвращает тест экспорт оказывается что мы ее никаким образом уже не можем применить ни в каком случае когда мы работаем с другими выражениями поэтому если так у нас получилось например у нас есть два отдельных языка в одном у нас используются каким-то образом переменные арифметические операции а в другом выражении используются какие-то операции над матрицами конструируется допустим константная матрица ни одно из этих выражений мы не можем представить в экспорт 4 явно потому что мы не можем представить в экспорт 4 какую-то комбинацию вот этих двух языков и все выражения остаются такими преприетарно замкнутыми в своей небольшой вселенной нам нужно писать функции чтобы перевести одно в другое мачить одно в другое рекурсивно обходить рекурсивно мачить каждый конструктор досконально и превращать каждый конст точно такой же конст у другого выражения и по сути особо других выходов когда мы работаем с такими рекурсивными алгебрическими типами данных у нас нет поэтому эти языки все которые мы написали здесь несмотря на то что они удобные полезные они не расширяемые мы не можем посмотреть несколько вариантов одного и того же языка с дополнительными инструментами черч мы опять же не будем отдельно рассматривать потому что в принципе все что мы скажем про вот эти алгебры они у нас и так будет верно для черча то есть теперь посмотрим а можем ли мы взять и каким-то образом расширить вот такой язык стегли с файном форме ну оказывается можем как минимум попробовать можем объявить какой-то трейд здесь например сказать что у нас будет переменный и у него будет один метод вот ровно тот конструктор который мы расширяем соответственно вот это расширенная алгебра расширенная алгебра наших типов теперь которая у нас будет представлять да она у нас теперь будет принимать то есть теперь нам нужно каким-то образом построить дерево которое будет фолдить используя промежуточную информацию и об этих и об этих промежуточных конструкторов да дальше у нас trade у нас там всего один конструктор мы не будем там всякие транспонирования рассматривать просто представим что у нас здесь экспор в тф для того чтобы нам представить такой расширенный язык который имеет на один дополнительный конструктор нам вот здесь просто достаточно добавить параметр то есть теперь экспор а варс язык который будет содержать матрицы он у нас будет иметь такую же форму да экспор и матрицы экспор которым будут содержать и переменные и матрицы у нас будет присутствовать как язык с тремя параметрами матрицы c варс от а получили три разных типа эти типы отличаются от исходного типа но для того чтобы превратить вот такое вот дерево такое вот дерево в дерево на каком-то другом языке оказывается что в принципе становится уже не так уж и сложно например как бы мы написали функцию превращающую экспорт то как сказать enhance берущую выражение типа экспорт f и превращающий его экспорт в тф vtf хорошее имя опять же у нас есть некое значение мы принимаем какие-то аргументы какой-то экспрессион какие-то варс мы можем взять выражение вот эту алгебру экспорт а варс а и передать нашему так не экспорт а допустим е алг экспорт а от а и передать нашему выражению только то что ему нужно е е от алг да то есть в принципе трансформация тривиально довольно таки для того что нам превратить вот вы можете сами попробовать что-то очень не хочется тратить на это время как превратить выражение вот такое выражение вот такое из экспорт в экспорт 2 вы бы написали большую рекурсивную функцию которая все обходит вам еще возможно нужно было подумать о ее стеке безопасности вот здесь вам ни о чем особо думать не нужно если у вас есть какой-то язык который имеет меньше языковых фич вы можете всегда превратить его в язык который имеет больше языковых фич скормив ему при обходе только те обходильщики которые ему нужны точно так же мы можем придумать какую-то функцию super enhance который у нас будет превращать вот в такую переменные матрицы tagless final опять же мы берем все подряд и скармливаем наше выражение только алгебру никаких по сути проблем мы не будем сейчас писать вам в качестве домашнего задания шарим этот репозиторий и вы сможете в качестве домашнего задания поиграться сами написать здесь превращение в строчки вычислятелье и так далее теперь можем посмотреть еще почему вот это вот кодирование еще проще теперь имея нашу штуку мы можем теперь написать такие же такие же типы только для только для всех остальных соответственно здесь добавим везде c очень много аббревиатур появляется но ничего страшного объявили новые типы и теперь это все теглис файнал только с контекстными абстракциями только с имплистами явными аргументами которые будут везде прокидываться точно так же для того чтобы объявить такие вот супер функции которые у нас будут что-то там конвертировать нам достаточно сделать что значит здесь tfc tfc если бы нам не приходилось еще писать эти названия вот эти страшные было бы еще проще на самом деле как мы уже знаем в принципе нам не обязательно совершенно писать эти штуки вот в таком такой вот форме мы можем сделать что-нибудь попроще мы можем например придумать какие-нибудь выражения для этих штук немножко зависимо то здесь у нас будет например type export lang от а экспорт lang vtf в принципе неплохое название да экспорт lang m от а экспорт lang v vm vm вот а теперь имея вот такие вот аргументы имея вот такие вот дополнительные типы нам в принципе не обязательно наши функции которые нас что-то там возвращают взять обязательно вот такую вот форму мы можем вполне любую функцию которая у нас что-то там возвращает это выражение на этом языке делать полиморфно этот поток операций который у нас где-то там был записан вот здесь вот можем точно так же примите в обратную сторону теперь имея выражение на tagless final закодированным имея какую-нибудь функцию ну например вот тест export tfc можем переписать ее в другой форме она будет тем же самым выражением text export export lank код а и точно так же все наши конструкторы мы можем сделать полиморфными да то что нам изначально говорили то есть теперь мы можем сделать object export lank и теперь делаем полиморфными наши конструкторы здесь export lank от а от а естественно здесь нам уже не нужен полиморфизм нам достаточно export lank от а алгебра left right точно так же здесь export lank от а мы получили по сути эквивалентные варианты для конструкторов но они немного более суженные потому что мы уже заранее определяем что наши аргументы мы запускаем для того же самого типа нас это не беспокоит потому что с конструкторами должно быть все попроще но определяться у нас будут просто на уровень более просто благодаря тому что у нас нет проблем с синтаксисом то есть опять же и опять же экспорт ланг от а да у нас полиморфная конечно же теперь у нас есть вот такой вот набор немножко суженных полиморфных конструкторов но с ними синтекси становится просто просто идеальным и самое главное что они нас возвращают какие-то вот здесь выражения и для того чтобы строить их нам не обязательно здесь мы здесь какую информацию мы здесь используем для конструкции этих конструкторов да такую информацию что для запуска экспорт TFC у нас будет использоваться вот тот же самый тип который у нас здесь идет в качестве параметра значит если мы его уже сюда влево оттащили мы можем сразу потребовать сразу уже выражение с тем же самым типом но они нас все еще требуют неявный аргумент все еще требует имплисит вот этот вот алкебры все еще выражение типа экспорт а вот а правильно экспорт а от а но опять же каждый из наших конструкторов на самом деле будет всегда передавать и в левое и в правое выражение вот ту же самую алгебру которую мы изначально увидели поэтому в общем-то не нужно специально требовать какую-то функцию которая у нас будет работать для произвольной алгебры учитывая то что мы ее не собираемся на лету менять не собираемся эти конструкторы передавать какую-то трансформированную каким-то образом это имплисит поэтому мы вообще можем эти конструкторы упростить до нелези написать вот так и получив такой упрощенный вариант конструкции выражения на нашем языке который в принципе будет эквивалент и выражение будет строиться точно так же если мы здесь попробуем это дерево и отобразить его экспорт ланг мы получим точно такое оружие то есть как здесь мы могли пользоваться конструкторами так же здесь мы можем пользоваться конструкторами ничего нас не сдерживает но естественно здесь во-первых у нас гораздо меньше операций проходит в промежуточном в промежуточном в качестве промежуточных действий у нас нет этого прокидывания то есть на самом деле у нас была функция которая возвращает функцию которая возвращает значение теперь мы сразу прокидываем сюда значение предполагая что тот кто конструирует выражение сразу сразу уже запустит операцию фолда вот здесь везде то есть нас сразу когда мы строим вот такие вот конструкции мы сразу предполагаем что нас нужны для сворачивания поэтому сворачивание будет проходить прямо здесь на лету сюда будут передаваться уже сразу свернутые значения и мы этим фактом можем пользоваться и это вот такая первая наверное фишка которая отличает вот самый теглис файнал от просто чершин кодинг вторая фишка которая отличает это конечно же вот эта способность достаточно легковесным образом комбинировать эти алгебры мы можем взять и где-то там в предыдущем файле мы добавили новых алгебр ну давайте теперь добавим новые конструкторы у нас будет var lang который будет содержать один дополнительный конструктор а да не expert lang так теперь нам нужно придумать какое-то специальное имя для этого var lang а говоришь нас будут принимать только переменные и alg к несчастью он не понимает ничего так это да это var lang немножко тупанули var или var наверное большая так что-то нас что-то его все еще не устраивает var все вроде бы должно быть нормально а var lang v у нас называется просто var lang хорошо и точно такой же сделаем алиас для одинокого языка с матрицами matlang matrices a v a точно так же у нас будет некий модуль с конструкторами matlang dev concat и опять же мы предполагаем что наш пользователь заранее запустит некий фолзинг и вернет нам уже сразу результат проведенного полдинга для того чтобы все нафигачили наших новых конструкций и теперь подумаем так у нас есть какое-то выражение на нашем экспроланге оно выражено уже в виде полиморфного метода это уже не функция полиморфный метод но который принимает какое-то дополнительное значение теперь попробуем ну что например теперь давайте попробуем вот выражение которое мы вот здесь пробуем записать в обычном параметры 4 4 алгебры которые слеплены вместе с айдерами были всякие там имплисит инжекты вот это примерно тот подход когда вы сначала разбиваете ваш язык на нерекурсивные кусочки потом с помощью внешнего такого конструктора слеплять снова рекурсивную структуру вот эти вот кусочки вы можете пока они еще нерекурсивные у вас вы можете их склеить с помощью айдера пока они нерекурсивные вы их айдером склеиваете они у вас получается дополнительно имеют параметр а потом вы их таким фикс-поинтом склеиваете в большую структуру и потом ее обходить это просто ужасная боль идея в том что здесь мы этой боли не имеем мы можем то же самое сделать но без боли сейчас мы продемонстрируем как вот имея это выражение x плюс 2 умножить на y мы продемонстрируем что мы можем пользоваться вот этими нашими конструкторами которые мы только что объявили для наших специальных языков у нас есть varlang у него есть всего один конструктор var мы сюда передаем x дальше у нас x varlang снова мы сюда передаем называем его конструктор плюс передаем сюда varlang x и передаем второй конструктор x varlang 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 мы только что сконструировали выражение на вот языке в котором у нас есть и переменные и арифметические операции и мы воспользовались двумя независимыми наборами конструкторов которые вообще друг от друга не знали ну и спокойно склеились в общее выражение которое можем обходить если у нас есть специальные обходилки для обоих типов выражений мы сейчас можем попробовать это сделать уже наверное сегодня дальше мы можем попробовать сделать еще интересную вещь попробуем что хорошо теперь давайте попробуем x2m теперь представим что у нас есть язык в котором есть и матрицы и выражения у нас есть какая-то штука у нас там есть конкотинация матриц те же самые операции плюс умножить переменные это есть вот в этом языке у нас нет матриц у нас только переменные но это не значит что мы не можем говорить о матрицах в момент когда мы строим эти выражения когда мы строим эти выражения мы не знаем вообще о чем мы говорим гипотически это может быть что угодно что угодно в чем есть сколь угодно сложная операция но теперь мы говорим хорошо мы теперь говорим и о матрицах тоже как мы можем использовать вот это выражение для того чтобы превратить его в язык в котором есть и матрицы тоже Но оказывается, нам ничего вообще не нужно делать специально, я вам, для этого. Мы можем, в принципе, даже дотти сам автоматически выведет параметр, просто ничего. То есть на самом деле мы здесь пишем приравнивание, и кажется, что значение не меняется. Оно на самом деле, конечно же, меняется. То есть каждый раз, когда мы вызываем вот здесь конструктор, дотти, ну или скала, из-за того, что вы пользуетесь, она берет вот эти вот имеющиеся набор неявных значений и передает нежестоящим выражениям. То есть вот здесь, когда мы писали вот это выражение, дотти уже знает, что здесь в контексте есть на самом деле два имплисита, два контекстных значений. Один типа вот такого, экспр, а второй типа вот такого, варс. И, соответственно, вот этот конструктор получит неявное значение оттуда, этот тоже оттуда, а этот получит второе неявное значение. Каждый из них требует всего по одному неявному значению, но само выражение знает, что в нем уже как минимум два вот таких, две свободных переменные, которые готовы принимать. Здесь у нас уже три свободных переменных. То есть здесь у нас три вот таких вот вставки, три модуля языковых, которым мы предполагаем, что у нас есть выражение. Опять же, когда мы пишем вот здесь текст экспр 2, у нас на самом деле не происходит просто приравнение. На самом деле вызывается эта функция, в ее два аргумента, вот как обычно у нас имплиситы передаются в имплиситы, передаются те же самые значения отсюда. Просто это все происходит неявно, за кулисами. Вот так же, как мы здесь писали преобразование, enhance и super enhance, где вручную передавали эти алгебры, вот то же самое dot сделает здесь, только он взял автоматически, и вам не нужно явно эти выражения писать. Поэтому вот такая вот форма, когда вы предсобираете выражения перед тем, как использовать их в конструкторы, и используете неявную передачу, она является такой максимально удобной для исполнения. Притом, в принципе, никаких особых проблем с тем, чтобы писать какие-то энкодеры и декодеры для этих выражений нет. Сейчас, конечно, я не буду уже тратить время, чтобы заморачиваться, но, может быть, в следующий раз или в качестве домашнего задания можно будет пописать энкодеры и декодеры для вот этих вот расширенных языков и посмотреть, что вы можете взять простое выражение и закодировать его как выражение на расширенном языке, оно спокойно заинкорится в код джейсон, и, может быть, даже попробуйте его раскодировать как, опять же, более узкий язык. Здесь мы рассмотрели такие основные фишки, Taglist Final, и самая-самая-самая главная вещь, которую мы здесь должны понять, что для того, чтобы вся эта магия работала, компилятор заранее должен знать, какое количество вот этих вот имплиситов мне должно требоваться в этом выражении. Если раскрыть это выражение, как мы помним, у нас было вот так же, да? Если раскрыть это выражение явно вот так написать, 3, 2, M, 2 подчеркиваю, не знаю. Мы увидим, что на самом деле, написав этот тип, мы перечислили 3 вот этих выражения сразу. Но это, в принципе, то же самое, что в скале 2 мы пишем A, вот здесь такие пошли. Там экспорт A, матрицы, матрицы, фарс. То же самое примерно мы здесь и написали, да? И самая главная фишка вот этого всего кодирования, механизм, с помощью которого оно естественным образом работает, это заранее известный набор ваших ограничений, ваших языковых компонентов для того, чтобы компилятор мог, зная, что требуется здесь, и зная, что предоставлено здесь, сопоставить одно с другим. Это же является и главным ограничением, скажем так, этого подхода. Основной критикой, которую к нему предъявляют, это вот необходимость перечислять все ваши констрейты. Ну, как мы видим, во-первых, в Dota у нас есть чуть более компактная запись. Не знаю, насколько вам будет удобно, но, скорее всего, это может быть удобно записывать вот таким образом. Можно еще сделать каких-то верхнеуровневых комбинаторов для этих типов, сделать какие-то, не знаю, карированные контекстные функции, которые будут работать примерно так же, только карированные. В общем, есть много разных улучшений в скале 3 по сравнению со скалой 2 для этого стиля. Ну, как мы видим, имплиситы стало объявлять чуть более приятно. Их можно объявлять в топ-левел, их можно объявлять таким совсем простым синтаксисом. помним, что в скале 2 это был бы там implicit, val, двоеточие, экспор, а равно new, экспор, а впечатление всех тех методов внутри еще какого-то объекта. Чуть-чуть больше вот этой вложенности и жирноты и фигурных скобок вокруг. Сейчас-то все стало максимально приятным и приятность от Tegels Final она еще только увеличилась. Пока что мы еще не переходили к типизированным языкам, то есть пока что у нас весь наш язык, все наши вычисления, они не типизированы, у нас все выражения одного типа, все, что мы конструируем, это все к одному типу сплопывается, и это нас пока что устраивает. На следующий раз, когда мы когда-нибудь встретимся, мы обязательно поговорим о том, как эти языки можно типизировать и о том, что на самом деле ничего принципиально не меняется. Все, всем спасибо, до свидания.